Прогнозы и вопросы по решениям по контейнерным перевозкам. А сейчас самое интересное для меня это прогноз и вопросы вообще по решениям по контейнерным перевозкам. Есть очень мощные исследования и сейчас я бы хотела привести вам основные тезисы из аналитического документа McKenzie. Есть организация TT Club, то есть транспортный клуб. Это специальный клуб, в который входят многоуважаемые представители. И я думаю, что обязательно и SkyWay будет входить в такие клубы или может быть сформирует свой отдельный, кто знает. Контейнерные перевозки и логистические перевозки не должны оставаться на том же уровне. Основные вызовы, с которыми сейчас сталкивается индустрия, это максимальная масштабированность решения. Это консолидация, то есть объединение в одном решении многих направлений, которые необходимо применить. Интеграция, то есть модульность решения, это понимание того, что можно заменить. Например, нужен Unicode для скоропортящихся продуктов. Я думаю, что зоо-струйные технологии может без проблем по заказу создать, сконструировать и произвести транспорт для контейнерных перевозок уже с холодильными камерами, если их вдруг нет под тем требованиям и стандартам, которые нужны. Это максимальная гибкость, мировая гибкость, flexibility, то есть применимость и быстрая модернизация технологического решения в зависимости от требований заказчика, например, изменения размера контейнера. И скорее всего это все будет связано через блокчейндж. Это автоматизация и это максимальная продуктивность, то о чем я говорил вам про беспилотное управление. Это цепи доставок и максимальная соотносимость активов, затрат и прибыли, чтобы это все было в одном интерфейсе, на одном платформе. Я думаю, что контейнерные перевозки в той блокчейндж платформе, которую сейчас создают в зоо-струйные технологии, обязательно эту сферу учтут в первую очередь, потому что это одно из первых коммерческих применений для рассмотрения в блокчейндж платформе. И максимальная предсказуемость. Предсказуемость это тоже значит искусственный интеллект. Это значит роботизация и максимальная автоматизация внутренних бизнес-процессов. Для того, чтобы понять, если контейнеров станет меньше, если вдруг изменится размер контейнера. А сейчас очень дорого изменить размер контейнера. Это фактические внедрения, например, какого-то сложного блокчейндж решения в современную многомиллиардную корпорацию стоимость более миллиарда. Это невозможно сделать. То есть у стартапов, у новых зарождающихся отраслей и компаний есть максимальные возможности внедрения таких решений. И, конечно же, это максимальная забота об окружающей среде. Это основополагающий принцип всего того, что создает Анатолий Эдуардович Юницкий. Прогноз и требования по решениям по контейнерным перевозкам. Требования, которые выставлены сейчас, не решаются современным контейнерным перевозками. То есть это огромный цифровой разрыв, потому что очень много требований, очень много технологий. Контейнеры – один производитель, морские порты – другой производитель. И все разное. То есть максимальный цифровой разрыв, который невозможно сейчас соединить. Либо это будет стоить много миллиардных затрат. Необходимо пересоздать цифровой мир. А как его пересоздать, если он даже не объединен? У больших корпораций это невозможно сделать сейчас. Сейчас грядет третья волна глобализации. И это объединение стран в союзы. Я не могу не остановиться на событиях в Республике Беларусь. Потому что многих волнует в первую очередь отразиться это на развитии нашего проекта или нет. Спрашивают в основном иностранцы. Потому что понимают, что трактование на иностранном поле событий в Республике Беларусь несколько иное, чем в русскоговорящих каналах. И представьте, если мировой кризис и пандемия никак не повлияла на развитие проекта, повлияют ли митинги в Республике Беларусь? И главное, компания не нарушает никаких принципов, понятий для функционирования в Республике Беларусь. Компания, которую мы финансируем, это крупнейший налогоплательщик, это абсолютно легально действующая компания. И вы помните, что даже по высокоскоростному направлению активов ведутся переговоры по выделению трассы, несмотря на то, что она также планируется к выделению в Арабских Эмиратах. Я думаю, эти события не повлияют на процессы развития компании. И это только упрочнит потребность. Когда эти события пройдут, что в Республике Беларусь должна произойти переоценка ценностей, технологий, внутренних инноваций, которые сейчас создаются в этой стране. И стоит взглянуть, может быть, более внимательно на технологию транспорта над землей, которая финансируется сейчас через краудфандинг средствами людей со всего мира. Проект производит и создает прорывную инновацию, которая уже рассматривается на высшем правительственном уровне в странах дальнего зарубежья, например, в Арабских Эмиратах. Я думаю, эти события заставят задуматься и будут для нас только плюсом и никак не препятствием к развитию. Здесь я также хотел бы отметить, что по вопросу о Республике Беларусь это мой личный взгляд, не мнение компании. И здесь я не хотел бы останавливаться на геополитике, но хотел бы сказать, что не все технологии переживают геополитические изменения. Многие технологии, которые были созданы, например, двигатель внутреннего сгорания, например, нефть, они разваливают целые империи. И я не буду ничего говорить про ту технологию, которую мы с вами финансируем, потому что она вне политики. Она над политикой и над экономикой. Это достаточно опосредственное решение, но которое так или иначе будет влиять на современный экономический рынок и геополитику через страны, через участников, через потребителей технологий, которые будут ее использовать, но не напрямую. Например, именно благодаря интернету произошло в том числе упрочнение позиций США в мировой экономике и на биржевом рынках, так как крупнейшие IT-компании вышли оттуда. А задача самого разработчика и самой компании – это строго IT-выверенно и последовательно по дорожной карте. То есть сейчас контейнерные перевозки, тяжелые пассажирские перевозки, далее высокоскоростной транспорт, далее какие-то параллельные проекты, их очень много будет рождаться, далее гиперскоростной транспорт, он будет совмещен на нескольких уровнях с пассажирским и грузовым. Как неоднократно говорили генеральные конструкторы, даже было сказано, что это трехуровневое решение будет предоставлено, возможно, осенью в виде малых моделей. То есть гиперскоростной транспорт будет совмещен с тремя уровнями. Навесной – это пассажирский транспорт, подвесной транспорт – это контейнерные перевозки, гиперскоростной – это высокоскоростные перевозки до скорости 1250 км в час. Но, конечно же, на это нужны совершенно другие инвестиции, и это не включено в 15 этапов развития, которые мы сейчас проходим на заключительных этапах. Также нужно понимать, что физические, инженерные характеристики индустрии, они сейчас существуют, существуют определенные стандарты, и нужно в эти стандарты вписываться. Но, с другой стороны, нужно быть абсолютно гибкими, потому что будут рады поставщики, если потребуется увеличить размер контейнера. Представьте, насколько нужно переоборудовать современные грузовики на современные автомобили, где все подстроено под 20 и 40 футовые контейнеры, если, допустим, нужен будет новый стандарт. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok